Канал The Get поступил такой вопрос, можно ли праздновать Новый Год, а если можно, то как его праздновать? Ну сразу приходят на ум такие слова из Священного Писания, из Ветхого Завета еще, Господь говорит в честь пророка, праздников ваших ненавеет душа моя, о чем речь идет? Но если мы празднуем Новый Год, так как, может быть, было в какой-то нехристианской традиции когда-либо, когда-то, когда можно было наедаться, напиваться, без меры веселиться, забыться, оторваться, как говорят еще сейчас, то, конечно, это то, что Богу ненавистно. Это не есть, какой праздник вообще? Праздник значит быть праздным, быть без дела. Можно быть праздным по разным причинам, можно быть праздным от того, что ничего не делаешь, ленишься, расслабляешься и отрываешься, а можно быть праздным от того, что у тебя опускаются руки от большой радости на сердце, или от какого-то ответственного момента в твоей жизни, и тебе уже не до бытовых дел, не до обычных развлечений, или от какой-то скорби, может быть, тоже опускаются руки, бывают и такие праздники, со слезами на глазах. Ну, что какой Новый год? Все же Новый год – это возможность посмотреть назад, что было в прошлом году, оценить нашу жизнь, которая была в течение прошедшего года, оценить ее с покаянием, конечно, вспомни о наших ошибках, и, побечав Богу, эти ошибки больше не повторять, оценить одновременно и помощь Божию, которая приходила к нам в течение всего года, порадоваться, что мы по милости Божией дожили до очередного года нашей жизни, просить у Бога, чтобы следующий год у нас был годом покаяния, чтобы мы стали ближе к Богу, чтобы душа наша стала светлее, чтобы обиды, которые были в прошлом году, от нас ушли. Хорошая альтернатива празднования Нового года по старым привычкам, с объедением, с пьянством и так далее, является все-таки молительной встречей Нового года. В многих храмах совершаются новогодние молебны, многие христиане стараются 31 числа прийти на вечернее богослужение, 1 числа встретить уже литургии, 1 число, начало Нового года. В некоторых храмах есть и ночные службы. Пусть Новый год для нас будет праздником молитвы, праздником Духа, праздником благодарности Богу за все. И пусть начало нашего Нового года будет именно с таким правильным духовным настроем, угодным Богу. Пусть мы доверимся Ему полностью, насколько это возможно, вернее, уже так сказать, по нашей вере. Пусть мы придем в этот год с покаянием, с благодарностью, с хорошим, добрым духовным настроем. И пусть Новый год будет именно таким праздником, праздником духовного настроения. Пусть новогоднее настроение будет настроение духовным и спасительным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...